Приветствую вас, Лесли. Вы знаете, мне честно говоря не очень понятно, кому адресован ваш вопрос. То есть, вроде бы психологам, но при этом вы говорите про Скорпиона, про Овена, вот. Не понятно. То есть, с точки зрения психологии, поведение мужчины и ваше поведение не объясняется знаками зодиака, а другими вещами, совершенно другими. И не очень понятно, не очень ясен ваш вопрос, где вы спрашиваете, есть ли шанс на возобновление отношений, при том, что вы сами молодого человека заблокировали везде. В целом, мне кажется, что с вашей стороны есть непоследовательное поведение. То есть, вы, например, предлагаете молодому человеку остаться с друзьями, и после этого он вас разблокирует, добавляет девочек, вы сердитесь, ведете себя совершенно не как друг, да, то есть, ну, по сути, не отвечаете за свои собственные заявления. То есть, вы говорите за вас с друзьями, добавляет девочек, потому что так, в общем-то, и ведут себя друзья, а вы на это реагируете совсем не как друг. То есть, понятно, что вы, может быть, не готовы быть с ними друзьями, но если вы не готовы быть с ними друзьями, то зачем и предлагать. Вот. Это первое, первое. Есть некая непоследовательность с вашей стороны. Второе. Вы говорите о том, что, значит, ну, что вы расстались с молодым человеком, да, вот вы пишите, что расстались на два месяца, сказал, что стал, хочет погулять. Значит, потом вернулся, вернулся, и сказал, что любит, значит, и так далее. Это все понятно. Сказал, что любит. Но, и, как бы, что дальше? То есть, ну, любит. А дальше что? Вы пришли к каким-то решениям? Выработали ли вы какие-то модели поведения новые? Или что? Или просто вот пришел, сказал, люблю, и все, можно вести себя так же, как раньше, абсолютно, и просто надеяться на то, что ситуация поменяется. Это несколько странно, на мой взгляд, потому что, ну, наивно. Наивно, я бы сказал. Вот. Понимаете, о чем идет речь, да? Дальше. Вы говорите, что он начинает вами манипулировать. Потому что он Скорпион. На самом деле, на самом деле, Скорпион, то, что он по знаку Скорпион никак не объясняет того, что он манипулирует вам. По большому счету. То есть, грубо говоря, манипуляция обычно возникает, когда есть страх. Если есть страх, человек манипулирует. Так всегда. И здесь дело не в том, что он Скорпион, не в том, что выловлен, а в том, что человек боится. Человек боится близости, человеку нужно все контролировать, а человек не чувствует себя в безопасности. Манипуляция – это следствие желания добиться того, что хочет человек. Это манипуляция. и, соответственно, это такая эгоцентричная история. Когда человек пытается любыми способами добиться того, что он хочет. Хорошо это или плохо – не важно. Собственно говоря, это проблема, и только решив проблему молодого человека, либо через вас, об этом чуть позднее, либо через него самого, можно сказать, что ваши отношения действительно имеют шанс на восстановление. В противном случае, боюсь, что нет. В противном случае, боюсь, что не имеют ваше отношение шанс на восстановление, в принципе. Дальше. Вы говорите о том, что много терпели, вот, вы говорите о том, что вы много терпели, потому что вы обид. Объясняем тем, что вы обид. На самом деле, речь идет о заниженной самооценке у вас, и, вероятно, о страхе остаться одной. Потому что, ну, на счете человека вы ждали два месяца. Это первое. С этим нужно работать. Второе. Вы говорите о том, что, значит, рассредились, испытываете чувство злости, и обиду. Вы это преподносите, как константу. Это деструктивная поверхность. Потому что, у злости, и у обиды, есть причина. Ну, например, мужчина добавляет голых девушек себе в инстаграм. Ну, я не знаю, какое значение имеют голые девочки в инстаграме. Вот. Ну, просто, я не знаю. Я просто в инстаграме не сижу. Но, мне кажется, что это фикция. Это фикция. Это фикция. Просто фикция. То есть, ничего не значит. Основиденно очевидно, что эти голые девушки в инстаграме, они, ну, не факт, что это наши девушки, вообще. Вот. И, тем более, серьезные отношения, там, взаимодействие какое-то с ними совершенно исключено. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что их добавляют, ну, не только ваш, молодой чехол. Но вы это восприняли всерьез. Почему вас это задело? Ведь это не какие-то девушки, которых можно воспринимать всерьез. Это, откровенно, провокационное действие страны молодого человека. Но нас это задевает. То есть, проблема в том, что вы сами собой не влада. Вас легко задеть, а сыр, соответственно, злость. Злость, это как реакция на угрозу. Необходимо разобраться, в чем именно вы чувствуете для себя угроза в этом. Может быть, вы, ну, как вариант, вы сравниваете себя с девочками, то есть, не принимаете себя до конца и в какой-то степени обесцениваете свою внешность, свою ценность. Возможно, вообще, к людям относитесь, как к некой ценности. Ну, не в духовном смысле этого слова. Это первое. То есть, второе. То, что касается обидов. Обиды, это рэкордные чувства родом из детства, когда таким способом пытаются вызвать у человека чувство вины и тем самым заставить его сделать то, что хотите вы. То есть, по сути, переложить ответственность на другого человека за то, что хочется вам. Это первое. То есть, здесь работа с личной ответственностью за... с личной ответственностью за свои желания, как минимум. Так, второе. Второе, чем-то похоже на первое, но все же немножко отличается. Дело в том, что обиды поражаются тогда, когда человек не обрадует определенных ожиданий. Соответственно, у вас к молодому человеку были определенные ожидания. Ну, например, вы ожидали, что он не будет добавлять девочек в инстаграм. К примеру. Вопрос. Насколько реалистичными были ваши ожидания? На мой взгляд, они не были таковыми. Потому что вы знаете молодого человека и вы знаете на что он способен. Вы знаете, что молодой человек способен на демонстративные эпатажные действия. А это значит, что добавление девочек в инстаграм наиболее безобидное из того, что он может сделать. Но, тем не менее, вы ожидали одного другого. И вот положая руку на сердце, положая руку на сердце, спросите себя, чем вместо вы предложили ему дружбу? Вы правда думали, что он не будет вас пользоваться этим и добавлять девушек? Правда думали? Тогда у меня для вас есть... плохая новость. Молодого человека вы не знаете. Отвое совсем. И то, что вы знаете его знак, на мой взгляд, не решает проблем. И вы не знаете себя, потому что злость и обиду вы здесь позиционируете как константу. В первую очередь разобраться в себе, дальше гармонизировать отношения с молодым человеком. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.